Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, это Андрей Богданов. Привет, друзья! Андрей, привет! Здарова, Макс! У нас тут канал про исторический и средневековый бой, фехтование, историю. Андрей является ружеведом, историком, сотрудником Эрмитажа. Правильно? Да. Вот. И сегодня мы решили это сделать ролик такой, не на серьезную тему, а просто вот показать Андрею доспехи из Ведьмака 3-го и послушать, что он об этом скажет. Мне вот интересно. Будем обсуждать. Я, в принципе, видел доспехи из Ведьмака. Вот, сегодня мы постараемся поговорить про них с точки зрения. То есть, нет никакого плана, на самом деле, мы просто будем смотреть картинки и посмотрим, что Андрюха на эту тему скажет. Может, кстати, ничего не скажешь, может быть, плохо, и мой тройник уже не будет. Нет, я сразу заранее скажу, что доспехи из Ведьмака вообще-то неплохие. Мы говорим про игру, не про фильм. Про игру, не про фильм. Не перепутайте. Доспехи из Ведьмака, а не доспехи из пакета, который мы видели в одном известном кинотворении всеми любимом. Мы сегодня поговорим про мою любимую, на самом деле, игру Ведьмак 3, которая отличается хорошим изображением, детальным изображением материальной культуры. Там игра, где видно шовчики на одежде. Да, да. Мокрую ткань и все остальное. Ну, вот я играл в эту игру, но, правда, я вообще не геймер от слова совсем, поэтому в лучшую игру 2016 года я играл где-то в 2021. И она в 2015. Тем более, она в 2015. Но было прикольно. Я играл в Ведьмака, я играю в компьютерные игры иногда, но вот RPG это вообще не мой жанр. И это единственная игра, наверное, в жанре RPG, в которую я смог поиграть. Мне было интересно. А ты читал книжку? Я пробовал, но там как-то она... Ну, ее нужно, наверное, читать, когда тебе 18, а не когда тебе 36. Ну, на самом деле, да. Потому что я ее пытался недавно перечитывать и подумал, что нет, это уже на меня не работает. То есть книжка хорошая, но я, наверное, опоздал. Я поздно взялся. У меня вот мое знакомство с Ведьмаком произошло через игру Ведьмак 3. Угу. Ну, все. Ладно, поехали. Поехали. Какой-то риданский пехотинец. Риданский пехотинец. Поехали. Ну, риданский пехотинец, вообще риданская армия в вселенной Ведьмака нравится мне, наверное, больше всего. Да? Конечно, она очень похожа на ролевиков из 90-х. Причем в хорошем смысле. То есть здесь мы видим и старый такой потертый ватник в данном случае. Он прям потертый. Промокший, он прям потертый, он пошит. И видно, что не первое поколение носителей уже его носят. И его нашли где-то на складе вещей. Вот. Подлатали, выдали новобранцу. Вот. Выдали ему шлем, который, ну, тоже, видимо, не первой свежести. Претерпел немало на своем веку с протертой краской. Все как надо. Вот такие заклепки фигурные. Такой ролевой шик. Хотя, ну, фигурные заклепки-то у нас есть по истории даже характерно. Вот. Но здесь они поверх крашеного шлема ободранного. Ремни такие, как от советского ремня на шлеме. Ну, все как надо. Но, тем не менее, ты вообще видишь, что у него есть подбородочный ремень. Подбородочный ремень, конечно. Это же мелочь, которую можно легко пренебречь в компьютерной игре. И в фильме, где угодно. Здесь подбородочный ремень. Подбородочный ремень. Очень классно детализировано все. И я бы сказал, что здесь хорошо то, что соблюдена стилистика. То есть, если это какой-нибудь солдат, то у него снаряжение выглядит грубовато. Если это человек более обеспеченный, да, то он выглядит более элитарно. Это очень круто. То есть здорово, что авторы вселенной и авторы игры, они уделили этому внимание. И, кстати, здесь мы не увидим, ну, за исключением совсем уже там фэнтезийных ситуаций со всякими там, я не знаю, там Дикой Охотой и всеми остальными вот этими уже совсем фантастическими историями во все время Ведьмака. Мы не увидим здесь диспропорционального, грубо диспропорционального оружия практически. Вот в честь этой мечты достаточно грациозная конструкция, небольшая. Вот, но отдельное, отдельное мое почтение то, что пояса завязаны, в общем, достаточно правильно. То есть... И на поясах вот эти вот... Хвостовики, фурнитура, накладочки. Все как надо. Ну, за шовчики, конечно, отдельная благодарность. То есть доспех в игре стеганый, на котором видны швы, это великолепно. Ну, видишь, как ты и хотел, у тебя тут есть грудник, на который снизу надевается набрюшник. Да, здесь, кстати, скорее всего именно склепанная конструкция. Доспех выглядит слишком крупным, чуть-чуть крупноватым для владельца тоже характерно. Из арсенала, что выдали. Да, да, выдали. И это все как-то сидит, и слава богу, вот, замечательно. Ну, удивляет, что у него меч? Да нет, почему? Ну, как-то он же стражник. Ну, должно быть, да, по идее. Меч выглядит достаточно дорогим. Меч выглядит дорогим, но он выглядит как человек, который украл меч. Просто там же война идет по сюжету третьей части. И ножен нету, видишь? И ножен нету. То есть он просто с рыцаря какого-то снял? Ну да, то, что ножен нету, это странно, конечно, возникает вопрос, как этот меч держится на снаряжении. Ну, за пользу сдул. Ну, здесь этого не видно, но ладно уже, это компьютерная игра все-таки. Не, ну, если мы принимаем, что этот меч просто стибрил где-нибудь с поля боя, без ножен. Да, там же везде валяются убитые солдаты, там, поля боя. Тут и там встречается каких-то локальных стычек, и, в принципе, это... И сам ведьмак в игре, он как-то подрезает предметы. Постоянненько. Ну, тут мы не видим ног, но мы видим, что так же бедра у него не защищены, но какие-то очень длинные наколенники что-нибудь. Вот, на самом деле, мне кажется, что зря они пехотинцам все время пытаются приделать какую-то защиту ног. Было бы лучше, если бы вообще ее не было. Все-таки, ну, для ситуации в Ведьмаке, мне кажется, это менее уместно. То есть, отличный и так. Отличный и так. Так, ладно, я тебе перебил. 6 из 10. Ну, согласен, да. Хорошо. Мне он в целом... Ну, мне он нравится. Он красив, он фактурен. Да, хорошо, вот у нас тюмерские партизаны. Так, тюмерские партизаны. Ну, кстати, да, видно, что модель перчаток перекочевала у нас из Редании, что, кстати, неплохо. Ну, это, кстати, вот даже если это не бригантинный пальцы, а просто кожаный, но это хорошая узнаваемая вещь. Я знаю эту перчатку. Да, да, ну, нам сказать, что перчатки песочные часы, они же имели максимально широкое распространение в Западной Европе, да и за ее пределами, поэтому... Еще вот про арбалетчика. Вот, кстати, у арбалетчика ноги три четверти повыше, чем у Реданцев. У арбалетчика, что самое главное, нормальный арбалет, похожий на действительно средневековый арбалет 15-го века. А еще он не в кирзачах, он в нормальной кожаной обуви, надетый на разноцветные шоссы. Ну да, то, что он не в кирзачах, а у него действительно средневековая обувь, это прям... Достижение. Это его выделяет из всех остальных, надо сказать. Все остальные видишь в джинсах и сапогах, а этот в шоссах. Так у него поди и брей есть, вот видишь, это же брей у него, наверное. Чем черт не шутит, но у него во всех ключах какие-то штаны Mi Party, да, с разноцветными штанинами. Можно предполагать их раздельность, с осторожностью. Да, и с осторожностью. Возможно, у него просто джинсы, одна из которых... Одна половина которых... Отбеленная. Отбеленная, а вторая нет. Ну вот мы можем видеть, что... Можем предположить, что там вот между двадцать мы видим у него брей. Угу. Мне очень нравится его корпусной доспех. Уважаемые зрители, брей это трусы. Средневековые. Да. Очень нравится мне его корпусной доспех. Понятно, что это бригантина. Угу. Но визуально это очень похоже на то, что мы видим на сербских, балканских, византийских... Вечеринках. 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 Самых лучших, да. Это то, что мы видим на миниатюрах. То есть это такой доспех с прошивкой тканевой основы. И с какими-то вот этими головками заклепок, предположительно удерживающими пластины. Здорово, что во вселенной Ведьмака доспехи разнообразные. Это, конечно, очень круто. И здесь же мы видим, кстати, характерное тоже для региона византийского влияния, я бы сказал, включая Русь, решение корпусного доспеха с широким плечом сверху. То есть это не лямки, как на восточном доспехе. Прикольно, что это делается. Или, кстати, на европейском. А это вот такое решение. То есть этот доспех выглядит как какой-нибудь балканский с экспортными латными элементами. Ну, если немножко пофантазировать, да. И немножко как-то дать скидку на общий такой вид. Что на самом деле немножко портит внешний вид. Мы должны были к этому вернуться. Это то, что толстые стегонки, да. Это как раз роднит доспехи Ведьмаки. Особенно вот эти пехотные. С таким ролевым доспехом из ранних двухтысячных. Потому что, когда у нас уже эпоха распространения лад. Даже если это поздний 14 век. То, ну, хочется более... Хочется лучше сидящие по телу под доспехники. Хочется силуэт песочные часы. Все-таки, да. Хочется не вот это вот огромное, да. Часто на плохо сшитых стегонках. Здесь у нас огромная на подмышке такая ватная как-то подушка такая вот. Из рукава корпуса, да. Вот здесь мы это видим, как ни странно. Видимо, вдохновлялись лучшими образцами из соседнего ролевого клуба. Создатели игры. Вот это, конечно, немножко портит впечатление. Под доспешник должен быть достаточно тонким, потому что... Ну, потому что толстый, толстый, в общем-то, да, не нужен. Тем более толстый под доспешник увеличивает площадь покрытия металла. Да и в нем банально жарко, может быть. Хотя, ну, здесь это, может быть, даже создает в чем-то своеобразный колорит. Ну, вот джентльмен сзади, в как раз под доспешнике, в чем-то более близком историческим образцам, у него характерные полоски вертикальные. Нужно сказать, что это такое. Дело в том, что в 15 веке под доспешники-подлаты, их нередко усиливают кожными полосами, которые должны препятствовать истиранию доспеха. Вообще, мы уже говорили о том, что в 15 веке есть гражданская милитари-мода, как бы мы сейчас сказали. То есть вещи, которые, ну, или какие-то элементы костюма, которые использоваться должны только с военным снаряжением. Например, вот привязки для латных рук вот здесь вот. Их приделывают иногда к аристократическому просто костюму гражданскому. Да, тактикульно. То есть ты показываешь, что это сопричастность, это круто. Вот, мне представляется, что вот такие вот полоски укрепляющие тоже иногда нашивали в качестве моды. Но они, без сомнения, имели прагматический какой-то эффект. Ты понимаешь, что у него на голове? У него на голове шапель. Есть у нее вполне конкретный археологический аналог. Как ни странно. А теперь прошу тебя обратить внимание на джентльменов около костра, который повернут к нам спиной. Весьма характерные ремни. Все-таки бутылка с пивом у него. У него бутылка с пивом. Это орлевики. Бутылка с пивом. Да, да. Посмотри на это. Характерные ремни на спине. Это бригантина Висби тип 1. Причем плохая бригантина Висби тип 1. И со спиной. Со спиной, конечно. Со спиной и висящими небрежно приделанными ремнями, возможно, после ремонта. Друзья, сейчас просто поясним, в чем прикол. Бригантина Висби очень популярный доспех. Очень простой в изготовлении и в сборке. Но у оригинала, у исторического прототипа, не было защиты спины. Это, по сути, такой металлический фартук. Грудь закрыта и бока. Ну, вот так вот. И в ролевом движении, а позже, в исторический средневековый бой, перекочевала его модификация с приклепанными к спине стальными пластинами. И здесь, у джентльмена около костра, с пивной бутылкой которой, ровно такая бригантина Висби. Ну, вообще, надо сказать, что... Мне сейчас мир сломали. У меня было в голове, что создатели Ведьмака вдохновлялись хотя бы историческими источниками. А сейчас получается... Они просто посмотрели фотки с каких-то ролевых игр начала 2000-х. Да как бы не покатались сами, знаешь. Я думаю, что вообще легко. То есть, они были на этих играх. Ну, мы же знаем всех этих людей. Так, подожди, подожди, подожди. Посмотри, у парня Висби, у него капюшон. Он надел Висби просто на куртку. То есть, на пуховик просто. На пуховик он надел, посмотри. И, судя по всему, такая кожаная шапка. Так его поэтому попросили подальше стоять от фотографа, чтобы он не палец. А, ну, массовка, потому что задних рядов, она в пуховиках, там кто в чем. Я тебе отвечаю, посмотри, это же капюшон. Ну, когда мы ездили на маневры куда-нибудь под Петербург, и было холодно у нас, да, то те, кто в бригантинах, в принципе, там можно было всякие странные. Я как-то ездил в как раз бригантине очень похожей конструкции на маневры. Я носил ее под куртку, потому что ее было так удобнее просто нести. Ну, кстати, к защиту парни, сказать, что нам при приближении стало видно, что это не бутылка пива. Да, не бутылка, а что это, непонятно. Ну, просто рука, он просто чешет задницу правой рукой. А, ну, кстати, да. Поэтому он так согнулся. Ну, вот у него, кстати, конкретно джинсы прямо видно. Ну, в смысле, конечно. Он в берцах, я тебе говорю, он в берцах, в джинсах и в бригантине на куртку. А вот этот парень, кстати, красивый. У него, ну, он красивый там, у него кожаный чепчик, кожаные перчатки. Он такой любит кожаные вещи. А, с обрезанными пальцами, то чердейки. Ну, это эти ролевые игры, где много кожи, заклепки, видимо. Боюсь представить, что у него подстеганкой, но кожаный ремень прошитый. Ну, швы у него все видны, проклепанный даже кожаный ремень. Это когда у представителя ролевого движения, у него нету доспеха, вообще ничего практически нету, но он зато уже купил себе меч. Ну, что первому нужно? Меч, конечно, нужно купить. Да, и какой-то кожаный чепчик, ну... И кожаный чепчик. Слушай, ну, это крутая, кстати, партия. Я хотел ее пропустить, потому что тут много и качество не очень. Но вот мы сейчас их рассмотрели. Это, конечно, ну, типичные ролевики у костра. Костер из стройматериала. Как это там? Из горбуля. Из горбуля, да, горбыль звезды. Да, 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 да. Очень характерно. Береза тоже, ну, такой... Короче, это где-то в Ленобласти. Фестивальный эпизодик, да. Так быстрее, как тут органичнее смотрится Геральт. В этом своем кожаном плаще. Так, все нормально. На ролевой фестиваль пришел Геральт. Гершвальт из Рыбии. Тема, привет. Все отлично. Слушай, крутые ребята. Ну, давай их оценивать... Всех вместе? Ну, да, я думаю, в целом. Сколько их там? Четыре человека? Это же ролевая команда. Я, ну, вчетвером они на восемь баллов. По два на каждого. Ну, хорошо. Это если их оценивать как, ну, как персонажа. А если как ролевиков? Как ролевики достаточно качественные, я считаю. Ну, у них, прежде всего, хорошо отыгрыш ролей. Во-первых... Посмотри на эти лица. Что важно, это команда. У них есть... Ну да, у них синие цвета. У них командные цвета. Синие. Синие стерунки, белые бре. Они достаточно неплохо экипированы. Ну, в целом, в общем... У них есть арбалет. Арбалет есть. Меч есть. Да хоть что-то, ну, парень висби. Мы же не можем дать больше, чем 10 баллов, правильно? Ну, если на всех, по два с половиной человека. По два с половиной? Ну да. Да. То есть, мы по полбалов уже даем. Ну, хорошо. Ладно, давай 12. Ну, по три. По три, хорошо. 12 баллов. То есть, эти четыре парня перебивают все, что у нас было до этого. Не, ну, они же каждый по одному. Ну, нет. Ага. Ну, хорошо. Окей. Ну, и реально Геральт в этом... Ну, 12 баллов на всех. В этом розовом кожаном плаще смотрится больше. Геральт до 12 не добивает, я считаю. Гарция. Ну, это, кстати, вот то, как, ну, доспех нельфгардца здорового человека, согласись? Это доспех нельфгардца здорового человека, но еще это такой доспех человека, который в 2003 году решил сделать себе готику, но немного промахнулся. Вот. То есть, тут у нас кираса, да, которая не на талии сидит, а где-то значительно ниже, которая не добитая. Ну, на самом деле... Ну, не добитая. Не добитая. Ну, то есть, проблема доспехов латных, да, часто в их изготовлении всегда была, то, что их, ну, не доколотили, не доколотили рельефы, недостаточно рельефные. То есть, это выглядит немножко, как налажали с геометрией. Кстати, ну, вообще у нас тут два доспеха. Два доспеха, ну, с геометрией налажали у обоих. Забавно, что вот у одного из них нагрудник, набрюшник сидит выше, чем у второго. И посмотри, по-моему, у него вот под набрюшник, в общем, нагрудник, по-моему, у него бригантин. То есть, у него... Бригантинная грудь, мы это видим. Бригантинная грудь, и сверху, снизу вот этот, как он называется? Набрюшник. Набрюшник. Плакарт. Плакарт. А, кстати, вот такое встречалось в истории? Ну, вообще, разделение на плакат Пластрон, оно характерно для доспеха 15-го века, и в некоторых случаях мы видим верхнюю часть бригантинную. То есть, это некий доспех, покрытый тканью. У нас нет сохранившихся образцов вот этой вот верхней части, поэтому, на самом деле, несколько дискуссионно, что там конкретно. Вот. Но, в принципе, понятно, чем вдохновлялись авторы игры, когда делали подобную конструкцию. Ну, а тут, конечно, очень такие фэнтезийные наплечники, рондели подмышечные, которые приделаны, видимо, ну, выглядят как будто в жесткую. Легкий шлем. На самом деле, вот доспехи из Ведьмака – это такой характерный гибрид именно игровой эстетики, мне кажется, в доспехе, и все-таки немножечко исторической. То есть, с одной стороны, такие большие наплечники часто, и тоже характерная деталь, здесь она не очень видна, но мы наверняка увидим ее дальше, когда будем смотреть, когда делают не кирасу, да, когда это нижняя часть, ну, то есть, округлая такая грудь выступающая, да, и так далее, а это такая вот нагрудник, которая именно на груди, на грудных мышцах, и потом здесь какие-нибудь полоски. Да. Вот, часто в фэнтези-фильмах мы это видим, часто в играх мы это видели. У колеса, у рукаев, у эльфов примерно то же самое. Вот, это характерно для игровой индустрии. А что ты можешь сказать про шлем? Выглядит вроде неплохо. Ну, хочется назвать его салат, но тут, конечно, он… Среди того, у которого справа даже бивор есть. Да. Ну, вот мы, мы когда говорили про как раз исторические салады, да, или шальвер, как в Германии называли, мы говорили, что сохранилось мало комплектов с подбородником, и сейчас, когда делают современные реконструкции, часто не угадывают с размером, и получается, что подбородник не вмещается в шлем. Да. Вот, здесь у нас как раз такая ситуация, но она компенсируется за счет того, что у шлема, по сути, нет забрала, то есть лицо открытое, вот, но подбородник огромный, такой отбойник ледоколом, вот, а шлем, в общем, отдельно присутствует. Посмотри, кстати, еще вот у него на шлеме, видишь, такие крылышки сделаны. Да. Похоже на крылья польских гусар, только маленькие на шлеме. И маленькие на шлеме. Ну, надо сказать, что, в принципе, крылья, как плюмаж, мы видим на ряде источников изобразительных, да, но это, конечно, относится к турнирным шлемам, то есть здесь, ну, некая фантазия. А сама идея, в смысле, вот, не одного плюмажа, а вот двух вот этих. Да, да, два крыла, вполне, конечно. Но это турнирные шлемы, то есть это то, что называют словом клейнот, это нашлемное украшение, которое используется в качестве такого праздничного атрибута, я бы сказал. Хорошо, давай, ну, в целом, да, мне нравится, оно красивое, эстетично. Да, щит повеза. Ноги. Расписанное. Мне больше всего нравятся вот эти вот боковые ремни с пряжками, не очень понятно, зачем они на самом деле, видимо, чтоб брутальность почерпнуть. Вот, но... Ярно какие-то ботфорты, ну, какие-то поздние. При этом бедра открыты. Да, открытые бедра. Ну, для мира Вадимака вообще характерно сочетание латных элементов и открытых участков тела, что, конечно, не очень характерно. Вот. Ну, я могу сказать, в свое время, там, в годах, там, в 15-ом, в 14-ом, на битве наций, наши ребята-турнирщики практиковали то, что они не надевали защиту на бедра. Вот. Им хватало стеганой защиты, потому что турнирный клинок... Ну, я говорю сейчас про реалии исторического турникового боя. Турнирный клинок очень легкий, он сильно не бил, зато они обеспечили себе подвижность. Тут у парня щит, может быть, такая же логика. Может быть. Мы на некоторых итальянских изображениях 15-го века у пехотинцев, как раз вооруженных большими щитами, мы видим, что есть нагольники, нету набедренников. Такое бывает, но вот в рамках такого комплекта снаряжения не очень понятно, зачем, поэтому... Ну, автор так видит. Слушай, а сама идея вороненного черненного доспеха? Да, вполне себе. Да? Ну, черненные вороненные доспехи, это скорее реалии 16-го века, но они известны массово, и в 16-ом веке это вообще общее место. Окей. Предохраняет доспех от ржавчины, красиво. Давай тогда... Сейчас перейдем к следующему, но давай попробуем оценить этот доспех по десятибалльной шкале. Ну... В плане историчности или в плане... В любом плане. В любом плане. Вот тебе, как человеку, у которого есть все эти знания... Знания тут мимо будем оценивать по внешнему виду, по импозантности и красоте. Я бы дал 7 баллов, наверное, вот так. Посмотрим. Это, видимо, еще какой-то риданский персонаж. Ага. Мне очень нравится. У риданских солдат прекрасное выражение лица всегда. Да. Кстати, меч такой же. Этот джентльмен выглядит, ну, очень-очень здоровенным. Прям устрашающе большой. Ну да, меч такой же. Крашенные доспехи с облупившейся краской. Ну да, очень характерный видок прям. На плечнике. Наш 2003 год сквозит из этого. Какие-нибудь ролевые маневры где-нибудь под Москвой. У него оружие, на самом деле, должен быть не меч, а такая дубина срезанная в ближайшем парке, я считаю. Ну, если мы говорим про какой-нибудь 2003, то это какой-нибудь меч Асандра. Ну, для 2003 года это максимально модный парень. То есть я бы завидел в 2003 году. Слушай, ну, что по наплечникам, по локтям? Как-то ролевые наплечники. Наплечник Божья коровка. Вот у меня из глубины моего подсознания возник вот этот образ. Ну, это наплечники сделаны по мотивам плечей второй, ну, наверное, последние четверти 14-го века, первые четверти 15-го века сделаны. Они грубо и абы как. Вот я бы так сказал, что часто в фильмах, компьютерных играх можно видеть какое-нибудь неправдоподобное крепление на плече, когда он там по диагонали под другую, под мушку другой руки. Да, да, конечно. Здесь не так. Здесь, ну, мы впрямую не видим, как бы, армпойнта. Но, видимо, он привязан к армпойнту вот здесь. Макс, ты же знаешь, что армпойнты – это не исторично. Да? Да. Я сейчас, наверное, я не зверг как-то мир крепления доспеха ВСБ, но вообще историчный метод крепления к поддоспешнику элементов – это берется металлическое кольцо, делается дырка в поддоспешнике, и это кольцо прошивается, ну, оно укрепляет само отверстие, то есть, по сути, просто отверстие в поддоспешнике, и туда вставляется уже, там, шнурочек. Не кожаный ремешок желательно. Так два кольца, наверное. Ну, одна дырочка или вторая, то есть те же самые две дырочки, но это не отдельная вот эта нашитая кожаная бляшка. Нашитые кожаные бляшки – это, ну, не характерно для средних веков. И практика эксплуатации поддоспешников подлаты, которые, кстати, вподавляющие… А вот ты откуда знаешь? Ты что, вот нашел эти армпойнты? Ну, начинается, начинается. Есть публикации археологические. А кто их писал, эти публикации? Кто он, чей друг еще выиграл? Что он выиграл? Вот, но на самом деле любой может убедиться, на картинках хорошо видно, на средняковых миниатюрах, коих множество, есть прекрасный ресурс, называется Manuscript Miniatures, если вы забьете в поисковике английскими буквами, вы легко найдете. вот, там есть поиск по времени, по региону, вот, и там хорошо видно, что вот поддоспешная одежда, она, в общем, там просто отверстие. может, ты тогда сейчас еще скажешь, что они должны быть толстым, и в нем не должно быть жарко. Понятно, да. Следующего, и там, следующего персонажа рассмотрим, и там мы поговорим про толщину поддоспешника. Поехали. Этому тоже 6 из 10. Да. Поехали. Нет, этому 5, потому что он без шлема. А, тот шлем. А, тот шлем. Так, так. А, вот троих солдат риданской армии. А, ну давай, если мы про риданцев, давай еще раз. Поговорили про риданцев. Вот, как раз была речь о том, что что это он с мечом, так он с мечом, потому что он главный, судя по всему. Ну, наверное, посмотри, как... Возможно, в риданской армии как раз главный тот, кто украл меч, но... Да, Ребарда просто... Царь Ребарда. Максимально выразительная. Но это же ролевики из 2003 года, и у него должна быть большая резиновая алебарда. Все очень разумно. Еще раз, играли в 2015, начали ее разрабатывать сильно раньше, да? Да, да. Кстати, вот и ответ, что у них на ногах. Это, по сути, просто... А, кстати, это неплохо. Мы такие трехчетвертные ноги... Это колени три четверти, да. Да, трехчетвертные ноги. Мы часто их видим, например, на некоторых миниатюрах в посттолетней войне, например. Слушай, по факту у меня вот такие же бедра три четверти, просто здесь они как будто бы чуть-чуть более так действительно иногда, судя по всему, было. То есть он не надел голени, но он надел вот эти трехчеты. Да. Так у меня реально прям такие же. Так, Макс, ты как солдат Риданской армии, получается. Как ролевик из 2003. 2003 года, да. Ну, это единственное, что, ну да, действительно, у меня они подлиннее. Перчатки, песочные часы прям подчеркивают стиль стеганки, я бы сказал. Причем, кстати, это перчатки без пальцев. Видишь, вот они у вас справятся. А вот я, кстати, не уверен, что они без пальцев. Это выглядит как то ли прожавевшие пальцы, то ли, может быть, это бригантинные пальцы. Тут не очень видно. А, бригантинные. Есть же такая штука, как бригантинные пальцы. Да. Да, да. Ну, вот тут на втором тоже не особо видно. Ну, да, перчатки, песочные часы. Кстати, вот у того, который крайний слева, видишь, шапель. Мне показалось, что у него сигарета во рту. Нет, это сопелька, по-моему. На самом деле, как это, вот этот образ ролевика в такой стеганке с чужого плеча и плохо подогнанной керасе, он должен быть с сигаретой, я считаю. Сигаретой, да. Сигаретой, бутылкой пива, и все. Ну, где-то там, да, полторашка. Это пьяный уже спит. А, мне показалось, что Глефа, это тоже мега-алебарда. Да, да, да. Царь-алебарда. Да, царь-алебарда. Ну, кстати, бригантинные набедренники, наколенники. Блин, кстати, да. Чем молодцы авторы игры, что доспехи, все комплекты разные. Они разные, и, ну, тут можно спорить про строгую историчность, но обычно, когда мы говорим про фэнтезию вселенную, там историчность, она вообще нигде. То есть здесь, ну, это выглядит органично. Более или менее, да? Ну, может быть, чуть-чуть сорвновато, но в целом очень круто. Действительно очень нравится, что они не просто нарисовали персонажей и скопипастили бы эти. Стояли бы эти два брата-близнеца, по сути, нет, это два разных стражника в разных комплектах. У этого шапель, у этого, ну, какой-то саладообразный, у этого бригантинные бедра, у этого три четверти. Да. Да. У кого-то есть налокотники, у кого-то нет. Ну, здорово. Ну, они выглядят как армия, которая хаотично экипирована. Хаотично экипирована. Это очень круто. Хаотичная риданская армия. Очень хорошо. А еще они выглядят как люди, которые находятся в военном походе. Ну, они фактурные, они потертые. То есть у них нет вот этого… Краска облупившаяся. Да, облупившаяся краска. И доспехи выколоченные. Потертые невритые лица. Да. Все как надо. Грубо выколоченные доспехи. И, да, видно. Ну, очень классно, что в этой игре видно фактуру металла. Над этим серьезно поработали. Это очень приятно. Ну… Оценка. Оценка. Ну… Этим всем по шесть. Окей. Всем солдатам риданской армии, у которых есть шлем, мы даем шесть баллов. А вот, кстати, предводители. Это… Вернон Роше. Это Вернон Роше. У него есть ножны. Его подружка. У него есть ножны и его подружка. Как зовут его подружку? Бьянка. Бьянка. Точно. Вот. Вначале про нее. Давай. Бросаются в глаза завязки на нижней рубашке. Да. И не потому, почему можно подумать. Потому что завязки – это, ну, вот такие на… Вообще классическая, да, ролевая остеванка. Она как выглядит? Такой массивный ватник. Очень затертый. И у нее завязки частично оторваны и все остальное. Вот. Это то, как не надо вообще делать. Да. Любой поддоспешник, он или должен иметь ряд отверстий, да, под шнуровку. Или там другой вариант крепления. Но никак не завязки вот такие. Вот. А здесь как раз они. Здесь видно, что после, видимо, какого-то бурного вечера, да, происходит дело. Жарко уже. Слушай, все ничего, но смущает гульфик. У женщины? Да. И маленький еще. То есть, опять, с одной стороны, но как смущает? Ну, наличие гульфа. Вообще штаны на женщины смущают. Я вот так бы сказал. Да? Ну, если мы говорим про средневековид, да. Да, хорошо. Даже про 16 век. Ну, такие штаны. Ну, можно сказать, что она просто убила мужика, снялась с него штаны с гульфиком. Ну, какие были, да? Ну, да, действительно, что это не было. Это был очень женственный мужик, судя по... Ну, может, и ребенок был. Убил ребенка. Ужасная история просто. Ну, он и не... Посмотри на него. Видишь, он как бы осуждает. Верно, Раша отвернулся, и говорит, ну, твою мать, Бьянка. Ну, это же был ребенок, а? Опять. Только начало недель, ну, что ты творишь. Надо подробно рассмотреть. А, ну, вот тут арминг-поинты, кстати, смотри-ка. Да, действительно. Арминг-поинты. Арминг-поинты. У них... Мне нравится стиль оформления рук. Похожа на одну из вариаций пехотных цепей. Такой была, как ты знаешь, вариант бронирования рук. Пехотный, дешевый. Максимально дешевый. Да, да. Это, как говорили раньше, чтобы руки хоронили вместе с хозяином. То есть это... Не знал такое выражение? Нет. Вот. Маленькие, маленькие налокотники, часто просто обозначены. И такие сегменты. Полосы, да. На самом деле, защита от рубящих ударов. На самом деле, там в какие-нибудь дуэльные поединки, ну вот мы сейчас, опять же, к реалиям и встречу средневекового боя, в дуэльные поединки или в профбои люди выходят в пехотных цепях совершенно спокойно. А, ничего себе я не видел. Ну, потому что... Ну, клинок легкий. Ну, потому что туда, я полагаю, попадает все-таки меньше, чем куда бы то ни было. И попадает все-таки в основном как раз в ту зону, которая... Ты дерешь человеком один на один, то есть у тебя полный контроль, полная концентрация на нем, ты не пропустишь шальной удар. Вот, и... Я пропущу. 100%. Хорошо. Ну, тогда не надевай пехотные цепи. Я не выхожу просто в... Ну, вообще, действительно, пехотные цепи хороший такой вариант для дуэлянта, если денег немного, что-то сделать. Ну, я бы сказал, для средневекового пехотинца это хороший вариант, потому что это было явно более дешевым решением, потому что для пехотных цепей, в отличие от какого-нибудь тонкого доспеха из тонкой пластины, не нужен никакой там крутой металл, не нужен какой-никакой модный кузнец. Это может сделать любой вообще мастер, и это стоит 3 копейки, зато это защищает. Да. И модно. Да. Поэтому пехотные цепи это атрибут настоящих военных средневековых. Ну, мы, наверное, какое-то изображение нормальное пехотных цепей тут ставим, чтобы было... Ну, наверное, да. Хорошо, верно на Роше. Верно на Роше. Ну, во-первых... Ну, вот эта шапка, которая, видишь, худо. Ладно, шапка. Шапка, шаперон модно, это хорошо. С шапероном все в порядке. Мне больше всего нравятся перчатки байкерские с отрезанными пальцами. То есть, ну, совершенно очевидно, что он ездит на мотоцикле, видимо, или на чем-то. Мне, чем нравится, верно на Роше, обрати внимание, у него под камзолом, у него есть кольчуга. То есть, этот парень, ну, как бы... А, ну, кстати, да. Он так легко бронирован, но он не перебронирован. Да? Нет, он хорошо бронирован. То есть, он для своей функции очень хорошо его заряжен. Он же капитан повстанцев или что-то такое. Тимирских партизан. Вот, соответственно, да. Он носит кольчугу, потому что он знает, что в любой момент его кто-нибудь может взять и убить. Дальше, после ребенка, будет он уже. Да. Ну, вот, мне нравится факт, что у него кольчуга под... Ну, это что тогда-то? Ну, это кот-то тогда, что ли? Ну, кот-то же рубашка. Да. То есть, с лун-кот-то можно вообще любую практически одежду обозначить. За что еще хочется похвалить Верн Роше, что это, в отличие от всех предыдущих, представляешь, это его меч. Потому что у него есть ножны. А, кстати, вот если ты присмотришься, то увидишь, у него даже кольцо есть у меча. Да, есть кольцо у меча, массивный пояс с бляхами. По мотивам, кстати, тоже средневековой археологии бляхи. Ну, можно подумать, кстати, что вот пряжка, да, простые такие кованые пряжки, они выглядят как такой фэнтези-элемент. Типа простые, кованые, грубоватые. На самом деле, в археологии полно простых кованых пряжек. То есть, не стоит думать, да, сейчас, если посмотреть на посетителей фестиваля, на участников фестиваля любого, исторически можно подумать, что только литые пряжки, там только литье. Нет, ничего подобного. И железные, и какие хочешь пряжки, максимально просто сделанные. Это для средневековья характерно практически для любого региона и времени их можно увидеть. Знаешь еще, за что его хвалят? На самом деле, верно, Рашид тут супер детализированный пассажир. Он очень крутой. То есть, у него есть ножны, причем ножны, видишь, с обоймицей. У него очень интересный меч, такого мы не видели. И дырка, шнуровка у этой котты. Да, я хотел сказать, частая, кстати, ошибка и киноделов, и вообще любых там фэнтези художников и так далее, когда делают шнуровку на одежде, а делают часто шнуровку на одежде фэнтези вселенных, то эта шнуровка, она обязательно крест-накрест зашнурована, а отверстия усилены люверсами современными. Вот. Не надо делать люверсы, это отвратительно выглядит, всегда выдает современщину. Вот. Здесь не очень понятно. Тут люверсы. Люверсы, да? Тут люверсы, да? Вообще есть. Есть ли ты люверсы в 15 веке, но это, во-первых, не одежная, а там поясная фурнитура, во-вторых, везде их совать не надо, а в-третьих, они визуально очень сильно отличаются от современных. Я в целом почему заговорил про эту шнуровку, то есть в 90% случаев этот момент в играх был бы решен пряжками, кучей пряжек. Либо завязочкой вот как у той же бьянки, а у него именно тот самый длинный шнур, который проходит через всю вот эту... Ну да, кстати, и шнур этот, шнур этот, он не завязан крест-накрест. Да. Вообще шнуровка средневековой одежды, шнуровка средневековой обуви, шнуровка всего в среднем века, шнуровка одним шнурком, который вот поднимается то, что называется лестница. В бьянке, кстати, мы видим еще один очень не банальный элемент, который почему-то мы не видели у всех остальных. Тут не видно у нас на картинке, что ниже, но судя по вот этим вот ремешкам и поясу, там должны быть латные ноги. Ну, наверное, три четверти. Ну, некая латная конструкция, висящая вот на этом элементе. Надо сказать, что вообще в среде носителей лат современных есть проблема, как подвесить латные ноги. Ну, и в СБ оно тоже есть, одно из стандартных решений это подвешивание на вот такой ремень. Для меня все время было откровением то, что он должен находиться не на талии где-нибудь, он максимально низко должен спускаться. То есть, например, вот кольчужные шоссы, которые я ношу, я ношу их прямо на ремне, который держит бре, те самые средневековые трусы. И это мягкий широкий ремень, который максимально спущен, да, как на современных джинсах, которые занижены талией, что называется. Вот, здесь примерно то же самое мы видим, ремень спущен на бедра, вот, и латные ноги держатся на пряжках, что не очень характерно, но, в принципе, иногда могло встречаться. Да, у нее действительно латная нога. Да? А, ну, отлично. Ну, ты потом ставишь картинку? Как мы угадали. Отдельные рукава, кстати, любопытные детали. Что? Отдельные рукава остеганые. Отдельные? Отдельные? Вон, вон, видишь, он убивается. А, да, и правда. А, видишь, наверно, на спине у нее как-то застегнута, и, по идее, вы через эти армпоинты, возможно, они пришла, ну, завязывать здесь. Ну, это какая-то вот анимешная история. Анимешная, да. Я это вот видел в «Принцессе Симононоки». Когда мы будем обсуждать доспехи из «Принцессы Мононоки». Ну, не знаю, мы можем обсуждать. Конечно. Ладно, ну, твоя оценка. Давай их оценим по отдельности. Верному Роше 9 из 10. Очень мне нравится. Я бы дал прям 10. 10, да. Несмотря на то, что у него нет шлема, у него вот персонаж, скажем так, художник по костюмам очень сильно над ним думал. Да, очень круто. Хорошо. 10 из 10. Годится. Верно, хорошо. Окей, мой кумир. Ну, Бьянка… Бьянка… Мне хочется дать 10 из 10. Просто за харизму, так сказать. Вот. Но за доспех… Но все-таки детей убивать. Ну, за доспех, наверное, 7, на самом деле. И за отсутствие гульфика… Нет? За наличие гульфика. Хотя нет. Хотя доспеха нету. В принципе, хорошо. Ну, мне, на самом деле, Бьянка кажется максимально фэнтезийный, ролевой чувиха. То есть это просто коспойщица. Мне… Если я не ошибаюсь, как раз по… Ну, исходя из лора, да, исходя из того, что там… Там примерно так и есть. То есть у меня сложилось ощущение, что она достаточно органично выглядит именно в этом таком образе непонятном. Окей. Ну, на самом деле, хорошо. Пять. Пять, окей. Дикая охота. Ну, вот, собственно, финал Дикая охота. Дикая охота. Что, как с историческими источниками, пацаны? Ну, слушай… С историческими источниками плохо, но вообще мне очень нравится, как сделана Дикая охота. Потому что она смотрится в хорошем смысле фэнтезийно, она смотрится самобытно и она хорошо детализирована, хорошо проработана. И она очень сильно отличается от всего остального визуального ключа в игре. Ну, вот… В то же время не выбивается слишком сильно. То есть понятно, что это все вещи из одной вселенной. Понятно, что даже для этого мира это фэнтези. Да, это фэнтези для этого мира, это видно, это круто. То есть, условно, для Риданса это выглядит так же странно, как для нас. Да, да. Здесь, конечно, ну, достаточно странные решения с точки зрения эргономики. Ну, на самом деле, общее место фэнтезийных вселенных – это такие латные ноги или защита ног, висящая ни на чем. То есть, она как бы сама по себе присутствует на ногах, и ничего с ней… Гипертрофированные плечи. Гипертрофированные плечи, но только у одного, по сути. Только у одного, что делает честь создателя. Слушайте, они же по сюжету эльфы, да? Да. Блин, прям вот такие стрёмные эльфы, да? Ну, это настоящие стрёмные эльфы, они по сюжету стрёмные эльфы. А что с ними приключилось? Что они такие сказали? Это шлемы. Кто? Это шлемы все. Ну, я понимаю, в смысле, что у эльфов такая вот… Они так любят вот эту черепную эстетику? Ну, это их, по сути, карательный отряд. А, да. Это же дикая охота, они должны на всех страх наводить. Все понятно, хорошо. Вот. Ну, вот мне персонаж справа очень нравится, вот с этим нимбом, который… Просто тебе нравятся огромные шестоперы, да, я так понимаю? Не, меня вот, на самом деле, именно его шлем привлекает, этот нимб. А, шлем. Ну, персонажа слева тоже шлем классный. Да. Я просто не любитель вот этой всей черепной эстетики, поэтому… Мне очень нравится как раз черепа, сделанные в металле. Это всегда классно смотрится. И, ну, хочется на самом деле… Хочется на самом деле на всяких разных мероприятиях, ну, наверное, не на СБ, а на маневрах видеть больше качественного сделанного в металле фэнтези, когда это фэнтезийный доспех, но он сделан как бы с любовью, с эстетикой и так далее. Вот. Но здесь, кстати, вот эта классическая для фэнтези эргономическая схема, когда именно нагрудник, прикрывающий грудь и ребра, да, а под ним обычно мягкое ничего на животе. Да, на живот уже не нужна защита. Средневековый доспех – это доспех, прикрывающий прежде всего живот, потому что это жизненная необходимость. Потому что там нет даже естественной защиты, тут даже ребер. Мне кажется, тут у них патронтаж и висит на поясе. Вот у парня слева очень, ну, парень слева вообще весь такой самый неэргономичный, у него и наручи какие-то… Ну, кстати, у него вот эти рукава очень напоминают ланскнехтический доспех фон Рогендорфа. Есть такой доспех красивый, костюмный доспех с имитацией тканевых таких красивых рукавов. И здесь это сделано, ну, похоже на отсылку. Не знаю, насколько создатели действительно этим вдохновлялись. Ну, а, ну, это не металл, это у него не металл. Мне кажется, это металл. Мне кажется, это какая-то там кожа может быть. Мне кажется, это металл, просто, возможно, это какой-нибудь легкий металл. Классно, что у них интерпретированы римские регионерские военные пояса. Да, да, прав, прав. Символ регионера, то есть такой тоже некий античный флёр у них появляется. Вообще, вот мы достаточно много уже к сегодняшнему моменту говорили про доспехи Аль-Антика в античном стиле. Здесь, я бы сказал, тоже есть отсылки к такому героическому доспеху. Вот, и это классно. А так вообще без доспехов они обычные гуманоиды, да? Да. Ничего не так? Ну, у них выраженный стиль клинкового оружия, например. Тоже достаточно странный, специфический, но... Очень шилообразное. Очень шилообразное оружие с обухом с незаточенным. С шипами на обухе. Ну, клинки у них одинаковые, этих центральных персонажей. Похоже, да. Да, одинаковые установленные. Такое ощущение, что у среднего он больше просто. Хотя... Да нет, просто ближе к нам. Мне нравятся у крайних шлемы. Ну, да. Они одновременно и человеческие, и такие какие-то потусторонние. Это очень круто. Ну, вообще, надо сказать, что мне представляется, что и в ряде средневековых шлемов вот это вот обесчеловечивание... Шлем из Бикок, вот. Бикок, шлем Бикок. А, шлем Бикок, он же прямо на планетный вообще. Там разные есть варианты. Ну, вот тот конкретно. Ну, Бикок Сферсон Вальде, он... На самом деле, если его надеть, то сразу все остается на свои места. Он смотрится инопланетно, когда он лишен контекста, то есть на человеке. Я надеюсь, мы в ближайшее время увидим эту вещь в металле. Заказал бы кто-нибудь, может быть, я. Вот. Соответственно, ну, он выглядит куда более понятно, скажем так. Вот. Ну, что всегда странно в фундезийных доспехах, они удивительно плохо их защищают. Да. То есть, как бы, очень много всего. Все очень сложное и красивое, но, конечно... Но при этом мы видим, что у центрального действительно оголен живот, оголены бедра. Оголены бедра... А у них у всех оголен живот и бедра. Да, ну... Самые, в общем-то, уязвимые места. Да. Да, да. То есть, эти доспехи выглядят не как доспехи, предназначенные для защиты, а как доспехи, предназначенные для демонстрации статуса, устрашения. Ну, устрашение, может быть, в кавычках, хотя это дикая охота у них, наверное, и в прямом смысле. Ну, кстати, согласишься, нет, вот если бы у них был щит, это было бы чуть более оправданно. Мне кажется, если бы у них был щит, то доспех был бы не видно. У главных героев уже не должно быть шлемов и щитов. Да, я понимаю. Ни в коем случае. Но если мы говорим про вот эти слабые места... Ну, может быть. Может быть. В любом случае, можно похвалить создателей за высокую детализацию, за то, что все продумано для мелочей. Несмотря на то, что это фэнтезийный доспех, мы здесь видим сложенные ремни, видим мелкие детальки, мы видим пояс с некой фэнтезийной форматурой. Мы видим хорошие анатомичные поныжи, саботончики, тоже такие избэшные классические. Ноги, кстати, выглядят гипертрофированными. Ну, почему? Ниже колена. Они выглядят гипертрофированными. Они выглядят так, а вот под ними мягкие ватные ноги надеты. Мягкие ватные ноги? Ватные ноги, да. Ну, то есть стеганые ноги, это... Да нет, мне кажется, они достаточно плотно облегают. Ну, они анатомичные, то есть они повторяют анатомию, но они... Они одеты на что-то тонкое. Ну, вон, большое очень колено. Не, я говорю только про голени сейчас. Ну, может быть, сложно сказать, потому что тут все-таки у нас ракурс, да. Вот, но в любом случае массивные ноги, это тоже характерная черта фэнтезийного доспеха, который, ну, не очень соответствует историческому, наверное. Саботоны, на мой взгляд, более ИСБшные, чем историчные. Да? Да, да и ноги сами тоже, на самом деле. Вот эта схема, когда отдельное большое колено, закрывающее те части, где должны быть пластины. Да, коробочные. Вот. Это, я так понимаю, применяется сейчас в ИСБ в некоторых случаях. Старые ноги, да. На самом деле, у нас есть исторические примеры, то есть, ну, миниатюры, например... Раздельные ноги такие. Южной Германии, Северной Германии, немецкого региона и региона доспеха Кастенбруста, скажем так, они относительно часто показывают нам и отдельные локти, которые потом, кстати, развиваются, готические вот эти налокотники, и в первой половине 15 века мы часто видим отдельные, достаточно большие и зачастую достаточно вычурные наколенники. Вот, то есть, такое тоже есть, ну, не совсем такое, конечно. Тем не менее, ну, мне кажется, что это... Крепление такая, когда наколенник, это один большой элемент. Да, один большой элемент. Да, он, собственно, поэтому и большой, что ему нужно закрывать. Ну, закрывать стыки, конечно, конечно. Это, кстати, достаточно удобно. Ну, я в таком достаточно долго сражался, но три четверти все равно куда лучше, потому что три четверти они по объему куда меньше, соответственно, там... Надежнее еще. Надежнее, я не знаю, но они точно фиксируют, они фиксируют... Фиксируют сустав. Колено, да. Вот, собственно, про эти раздельные колени. Точнее, три четверти они меньше по объему, соответственно, там, в ближнем бою ВКонтакте, когда вы боретесь, а в доспехах... Бой в доспех это всегда у вас сопряжен с борьбой. Нет... Большой наколенник, он как бы дает возможность зацепиться за противника, это неудобно. Вот, а когда наколенник три четверти, он маленький, он плотно облегает колено, соответственно, и выступающих элементов меньше. Проще просто им защищаться, ну, и с ним бороться. И он фиксирует колено, как такой своеобразный ортез. Ну да, 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 да. Но раздельные ноги это просто дешево, просто, надежно. Нет ощущения, что эти парни пытались сэкономить? Ну, может, недостаточно технологий, знаешь, у них на подвижных заклепках вообще ничего нет. Я бы сказал, что это может быть тоже таким, ну, элементом героического доспеха. Альантика. Альантика, да, что-то такое, что-то такое фэнтезийно-антично-героическое. Вот они все вот в этом стиле. Ну, клево, клево. Сколько им выдадим баллов? Слушай, ну, они крутые, но я бы им дал по десятке, на самом деле. По десятке на брата? Ну, да, конечно. Хорошо. Конечно, то есть только Вернон Роше столько же заработал. Ну, Вернон Роше, почему мы даем десятку, на мой взгляд, да? Мы не договаривались, мы, на самом деле, критерии уже не договаривались. Поэтому, на мой взгляд, почему я даю десятку? Потому что это максимально продуманные, детализированные персонажи, как, собственно, Вернон Роше. Да, да, я согласен. Но Вернон Роше он детализирован в рамках, ну, реальности. Пускай это даже и фэнтези, ну, то есть он детализирован в рамках такого... Ну, планета, аналогичная планете Земля, с аналогичным историческим процессом. А это те достаточно детализированные для их вот какого-то другого альтернативного мира. Ну, они же потусторонние здесь, так что они как раз очень органичны. То есть художник по костюмам над ними прям думал. То есть он тут, на самом деле, в этой игре художники по костюмам... Они вообще... Они обо всем думали. Во-первых, они были и они работали. Да. Это видно. Это классно. Здесь художников по костюмам было больше, чем во многих фильмах исторических. Вот, поэтому это, конечно, очень приятно. Слушайте, будет ли четвертый Ведьмак, нет? Там... Ну, вроде да. Да? Ну, надеюсь, там будет не хуже. Но поставленную планку будет сложно. А там будет Геральт главный герой или Цири? Цири? А ты не знаешь? Там ни Геральт, ни Цири не будет против. В чем прикольно? Ну, просто... Ну, история Геральта уже все, она закончилась. Геральт уже посмотрел на тебя в третьей части, в последней. Сказал, мне пора на покой. И ты все испытал. А, да? Я не доиграл просто. Ну, да пройди все... Все продолжения, все... Как он называется? Дополнения? Дополнения и... А, то есть это будет что-то в мире Ведьмака? Ну, там вроде как будет главный герой Ведьмак, но не Геральт. Ах, ладно. В общем... Ну, сколько можно мучить бедного, несчастного? Ну, это вопрос Кеннифер. Слушайте, у нас тут на самом деле еще остались неразобранные доспехи. И, наверное, если зрителям этот формат покажется интересным, мы потом разберем еще что-нибудь. Конечно. Тем более у нас остались самые сочные. Самые сочные доспехи. Самые сочные доспехи. В общем, да, ребят, давайте на этом мы договоримся. Вот мы как бы вот так вот собрались, вот поржали. Если вам понравилось, вы можете прям вот накидать нам еще доспехов каких-то. Можно, наверное, не обязательно из Ведьмака. Я думаю, что из разных фантазии вселенных то, что близко западноевропейскому доспеху, то, что близко русскому доспеху, то, что может быть близко восточному доспеху. Накидайте нам, а мы что-нибудь об этом расскажем. Короче, шлите скрины прямо в личку ВКонтакте. Ссылку на свой аккаунт я оставлю в описании, если там его вдруг нет. Да есть вроде бы. Ну все. Все. Классно провели время. Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. Было очень интересно, очень весело. Ребят, все, пока. Лайки, подписки, колокольчики. У нас еще будут ролики не только про фэнтези доспехи, а про настоящие историчные доспехи западноевропейские и много всего. Андрей, с нами надолго. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо.